Местные власти считают, что севастопольские губы следует реформировать в более эффективные формы собственности. Из 43 учреждений, работающих сейчас в регионе, предлагается часть акционировать или реорганизовать в государственные бюджетные учреждения, а убыточные – ликвидировать. 43 из них, 6 ГБУ, 9 ООО, 3 ликвидация, 2 вертикальные холдинги – это 20. И 21 – это металлист. 22 губы у нас остаются, получается. Ну, подавляющее большинство из них, как я первоначально и докладывал, это предприятие жилищно-коммунального комплекса. График дорожной карты по каждому из 21 губов до конца 2017 года. Чтобы у ДИЗО эти планы были, чтобы вы понимали все этапы и контролировали ход проведения всех реорганизаций. На аппаратном совещании заместитель губернатора Илья Пономарев рассказал, реорганизация запущена. Уже два убыточных государственных унитарных предприятия в процессе ликвидации. Это ГУП Таврида и Океанологический центр. В настоящий момент Департаментом по имущественным земельным отношениям разработан проект прогнозного плана приватизации государственного имущества на 2017 год. В перечень государственного имущества, подлежащего приватизации, включены 9 государственных унитарных предприятий. Способ приватизации государственных предприятий – преобразование в хозяйственное общество. В результате преобразования государственных унитарных предприятий в хозяйственное общество город Севастополь станет собственником 100% акций, либо дали уставных капиталов вновь образованных хозяйственных обществ. Ранее сообщалось о предложении акционировать госпредприятия, работающие на рынке конкурентных услуг. В частности, речь шла о ГУПах Севастопольский винзавод, рынке, Севастопольтелеком, Севастопольская аптечная сеть и пансионат Севастополя. На 15 ноября назначено предварительное обсуждение прогнозного плана приватизации. Вопрос рассмотрят на Комитете по городскому хозяйству в Законодательном собрании.